В Жамбылской области взбунтовались дальнобойщики разных стран. Люди требуют привести в порядок платные дороги, по которым им приходится ездить. Свои требования водители решили высказать на одном из самых разбитых участков на перевале Куюк. Там что зимой, что летом, говорят перевозчики, сплошное бездорожье. Виктория Савельева выслушала недовольных. Вот так высказываются дальнобойщики о казахстанских платных дорогах. Говорят, пока доедешь от пункта А до пункта Б, потеряешь не только деньги, но и как минимум колеса. Вот такие вот дороги у нас. Куюк. Я не знаю. На обочину съедешь зимой, можно перевернуться. Яму начинаешь обижать, выходишь на встречное движение. А если заходишь в эту яму, можно что-нибудь себе, подвеску оторвать. Яма на яме. Здесь даже 20 километров в час не поедешь. Высказывать недовольство именно старым перевалом Куюк, что на трассе Алматы-Ташкент дальнобойщики начали еще зимой. Признаются спускаться с грузом по голому льду. На перевале было равносильно смерти. Приходилось самим браться за лопаты. Но и сейчас, когда снег сошел, опасностей не меньше. Оплатить, говорят, за этот отрезок пути все равно приходится. За что платим? За что? За дырки ямы. В этой яме, если я ложусь, меня не видно в этой яме. Перегрузы, говорят. Перегрузы, вот стационары стоят. Пускай наказывают по полной тогда. А не так деньги взяли и отпустили. Эта дорога уже пару-два года ездила. Невозможно. Платошь, дорожный платон, нормальная сумма идет. Например, с Узбекистана, я ломаю, я заезжаю до границы Новосибирска. Доеду, приеду, за Узбекистан, 40 тенга, 35 тенга я плачу. Да, сюда я уже пару раз баллоны меняю. Самые плохие дороги сейчас, в дальнее время, вот здесь, в Казахстане. Дальнобойщики в ужасе от казахстанских дорог. Причем большая часть из них уже несколько лет считается современным автобаном. И поэтому за проезд берут плату. С большегруза в среднем по 30 тенге за километр. Суммы, уверяют водители, набегают приличные. Не оплатил вовремя, сразу штраф. А сервиса и комфортной езды при этом нет. Казахстан начинает. Где-то лучше, где-то хуже. Участки хорошие, участки плохие. Все это присутствует. Ахтюбинская водитель и Кызлардинская взять. Вот до Туркестанская. А Туркестанская основной. Вот до Алматы полностью она вся разбитая. Можно сказать, нету дорог промежутками. Вот сейчас бетонку даже выйди. Вот даже за Джамбул выехать, за Тарас. Уже она начинается где-то разбитая, все расколото. И начинаешь прыгать. Уборных нет, в которые нужду человеческую не можешь ты зайти. Во всех дорожных бедах водители винят Казавтожол. В доказательство снимают видео, как дорожники чистят дороги зимой и латают их летом. Но те на свой счет обвинения не принимают. А старый переволку юг обещают скоро тоже сделать современной трассой. Ремонт начнут в этом году. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию планируется в предстоящий 2025 год. Ориентировочно планируется. Проезд по перевалам Куюк у нас является неплатным. То есть плата за проезд у пользователей автомобильных дорог не взимается. Впрочем, за нашу поездку на фуре из Тараза на Куюк и обратно, согласно данным приложения Казавтожола, с водителя все-таки сняли 700 тенге. И это при том, что мы даже не доехали до второй арки контроля. Один километр вышел в 35 тенге. Получается приличная сумма. Стоит отметить, что по этому отрезку ежедневно ездит в среднем до 2000 грузовых автомобилей. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК.